...принесла очередное девятое по счёту золото сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Юлия Ефимова сегодня показала лучший результат в финале соревнований. И сегодня в борьбу за награды вступили хайдайверы. Этот вид спорта один из самых зрелищных и непредсказуемых. А значит, есть шансы на очередные медали. О том, какой ценой порой даются эти победы, репортаж Станислава Назарова. За считанные секунды свободного падения спортсмены успевают продемонстрировать в воздухе сложнейшие акробатические элементы. Соревнования по хайдайвингу проходят под стенами Казанского Кремля. Специально для этого пришлось углублять дно реки Казанка и выстраивать здесь временную конструкцию. Вышка испытаний прошла, 40-тонная конструкция выдержала. Все спортсмены довольны, зрители тоже довольны. Собрали сегодня практически полную трибуну. Во время прыжков с 27-метровой высоты внизу работают водолазы, которые специально создают волны, чтобы смягчить вход спортсменам в воду. Перед прыжком спортсмены тренируются под вышкой на мягких матах, отрабатывая отдельные элементы. Это тяжело исполнить на все 100% весь номер. Для этого у нас есть только считанные секунды. Поэтому каждый поворот или сальто отрабатывается здесь. Первый комплект медалей разыгран среди женщин. В отличие от мужчин, они прыгают с 20 метров. Золото и серебро у американок бронду завоевывает белорусская прыгунья. После выступления спортсмены делятся. Вода в Казани хоть и прохладная, но не жесткая. Вода приятная, легкая. Немного было холодно, но Казань я действительно полюбила. Соревнования по хайдайвингу проходят на открытой воде на реке Казанка, чтобы проверять качество воды здесь ежедневно. Дежурит катер Министерства экологии республики, который производит заборы и замеры воды. Химический состав и концентрация примесей воды в Казанке проверяют в режиме реального времени. На корабле установлена система датчиков, которые определяют все элементы, находящиеся в воде. Система установлена прямо здесь, погружные датчики находятся на носу судна и закреплены в невозмущенной зоне. Вода в норме, все показатели не превышают характерных значений для этого времени года в этом месте. При выполнении сложнейших прыжков с 27-метровой вышки спортсменам приходится учитывать целый ряд факторов. Скорость и направление ветра, температуру воды. На всякий случай у кромки воды здесь внизу спортсменов встречают спасатели, потому что скорость прыжка составляет выше 80 км в час. Во время тренировочных прыжков одна из прыгунь, совершив ошибку в сальто с высоты, в воду заходит лицом. Только чудом спортсменка избежала травм и сегодня участвует в промежуточном этапе. Лидирует в прыжках с высоты спортсмен из Великобритании Гэри Хант. Российский прыгун Артем Сильченко пока на седьмом месте, но впереди еще финал и два прыжка, которые могут принести России еще одну медаль. Скорость ветра, конечно, учитывается особенно, когда становишься на руки на этой высоте. То есть сегодня опять же было ветрено, но ничего, я вот справился со своим прыжком. В России единицы таких высоких площадок для хай-дайвинга, тренировки обычно проходят с 10-метровых трамплинов и отработки отдельных элементов в бассейне. Завтра на реке Казанка за медали будут бороться мужчины, тренировки прыжков будут проходить с самого утра. Станислав Назаров, Алексей Урозайкин, Нальхазипов, Вести, Казань.